Ну все, с Богом. Поманим еще одного рябчика. Друзья, всем привет! Сегодня мы едем на охоту на рябчика. Будем покорять шамарские леса и манить рябчика вот таким манком. Посмотрим, как это будет, поэтому не переключайтесь. Недели и ранее. Ну вот, первая добыча у нас. Дмитрий снова приехал в поселок Козьел, но уже не один. С ним его верный пес по кличке Босс. Если вы заметили, собака без команды даже из багажника не вылезает. В общем, Драдхар – это самое умное. Ну, Драдхар, Куцхар, в зависимости, конечно, от характера, но тем не менее, это самая умная порода, самая преданная и легко поддающаяся дрессировке порода собак. Я прямо очень счастлив, что повезло мне с такой собакой. Драдхар – собака-универсал. В задачи такой собаки входит поиск, оповещение охотника, а также подача дичи из труднодоступного места или воды. Вот, молодец. Иди гуляй. Иди гуляй. Друзья, сегодня купил масло специальное для чистки оружия. Правда, нашего противника. Ну, посмотрим, как оно работает. Друзья, наш канал развивается. Я рад, что начали появляться щедрые спонсоры. Это поможет нам больше снимать видео, а также ездить в более какие-то удаленные уголки нашей Родины и снимать для вас очень качественный контент. Один из них – это игра Викинги. Викинги World of Clans – это военно-экономическая игра онлайн. Стратегия с более чем 20 миллионами игроков. Не успели мы отойти от масштабного обновления Хельмхейм – таинственного мира мертвых. Как разработчики нас спешат обрадовать новым событием. Хольмганг – эпический поединок кланов. Докажите свое тактическое превосходство в новом соревновании. Предугадывайте действия противника, ставьте ловушки и зарабатывайте бонусы для своего клана. Новый вызов для истинных викингов. На островах испытаний развернется эпическое соревнование Хольмганг. Кстати, на форуме у викингов есть гайд. Он поможет вам подготовиться к состязанию, а также одержать победу. И операторы у меня давно юзают эту игру викинги. Сейчас собираемся на охоту, ехать долго. Уверен, что опять залипнет. Ну и я тоже вместе с ним. Викинги всегда славились своими дорогими подарками для своих игроков. Призы вам очень понравятся. Главные призы – iPhone 12 Pro и MacBook Pro. Условия предельно просты. Чтобы получить iPhone 12 Pro, нужно быть одним из тех, кто дойдет минимум до 15 уровня дворца до конца марта. А вот MacBook Pro смогут получить те ярлы, которым удастся дойти до максимального уровня дворца до конца марта среди остальных участников. Вот лишь малая часть счастливых обладателей. Стань одним из них уже в этом месяце. Согласитесь, будет очень приятно выиграть один из яблочных призов для себя или своих близких. Внимание, розыгрыш состоится 5 апреля. Качайте викингов именно по моей ссылке в описании или используйте этот QR-код для того, чтобы скачать игру. Станьте героями захватывающих событий в мире викингов. Охота на рябчиков ведется двумя основными способами – с подхода и на манок. Как и всякая другая, эта охота требует специальной подготовки и определенных навыков. Буду охотиться с беретой 686-й. Мне очень нравится 20-й калибр в ходовой охоте, поскольку ты просто ходишь, и у тебя очень легкое ружье. Легкое, хлесткое. Таежный лес ошибок не прощает. Нужно быть готовым ко всему. Тут много медведей. Я там. Ну все, с Богом. Дмитрий использует манок, который позволяет имитировать голос самца и самки-рябчика. Пока слышно только ветер. Свист рябчика бывает слышен в тихую погоду на расстоянии 50-70 метров, в зависимости от местности. Как правило, если рябчик поблизости, он сразу же отвечает и подлетает в течение 10-20 минут. Рябчик здесь есть. Если птица уже где-то рядом, но увидеть ее пока не удается, лучше затаиться и продолжать манить. Рябчик успел скрыться за ветками деревьев. Сильно напуганная птица взлетает почти на самую вершину высокой ели, где нередко намертво затаивается. Дмитрий меняет место и продолжает подманивать. Вот это ванная. Брачный период. Лосиха здесь лежит, копытами вот такую вот ванную делает. И, соответственно, лось нюхает и приглашает ее сюда для мрачных игр. Погода имеет определенное влияние на активность рябчиков. А значит, и на успех охоты с манком. Для охоты на рябчика лучшая погода – это тихая и ясная. Сегодня же достаточно пасмурно и ветер. Дмитрий это понимает, но не теряет надежды. Сегодня охота пока не удалась. Слышали одного только рябчика, который взлетел где-то в 15 метрах. Идет дождь, поэтому рябчик не летит. А он сейчас ему не до нас и не до игры. В свистелке. В общем, пока результат ноль. Сейчас пойдем по лесным дорожкам, будем искать шумового рябчика. Шумовой рябчик – это который рябчик случайно вылетел и сел. Соответственно, тут уже как повезет – добыл, значит молодец. Не добыл, значит не молодец. Вот такие дела. Сейчас, короче, поманим рябчика. Чего-то не летит. Поманим еще одного рябчика. Не летит. Это на лося. Это не на рябчика. Вот мишки на следу, но это не сегодняшняя, где-то дня была кривица. Есть такая поговорка – «Рыбка до рябки потеряй деньки». Вот это про нас. Денек мы практически потеряли. Тишину леса нарушил глухарь. Адреналин ухапнули конкретного. Собаку только отпустил, прошли 50 метров, выгнал он на нас прямо глухаря. У меня заряжена семерка, стрелять я не стал. Смысл ранить птицу никакого нет. Снова след медведя. Судя по мутной воде, зверь был тут недавно. След в 15 сантиметров говорит о том, что медведь примерно двух-трех годовалый. С мою руку. Вот этот свежий. Мы тоже дня два. Где-то он ходит здесь, ждет нас. Пока ходим по лесу, вспомнился один анекдот. Конечно, он очень кудрявый, но тем не менее расскажу. В общем, приезжает мужик к егерю в лес. Говорит, да я этих медведей там перестрелял жизни штук 20. Ну, вечером хвастается. Вот у меня такое ружье там, сякое. В общем, на утро пошли они на охоту. Идут. Впереди делянка. Этот, который хвастался, егерь впереди. Мужик идет сзади кое-как. Вот. И в общем, картина Репина. 15 метров медведь от егеря встает. Сзади мужик. Все замерли. Егерь тихонечко говорит, иди сюда. Сзади тишина. Он говорит погромче. Иди сюда. Сзади опять тишина. Егерь еще громче. Иди сюда. Сзади такой. Нахрен ты его зовешь. Рябчик снова ускользнул. Похоже, тут два рябчика на весь лес. Один встретился днем и один вечером. Вот такая она охота. Конечно, меня могут закидать помидорами, но на самом деле у меня были немецкие овчарки, кавказские, тоже очень умные, хорошие собаки. Но умнее собаки, чем Драдхар, я не встречал. Ну, еще и повезло с характером. Он очень спокойный, ровный, живет в квартире. Никаких неприятностей от него. Ничего не грыз никогда. Никаких гадостей не делал. В общем, самая лучшая собака. Второй день охоты. Дождь и ветер утихли. Дмитрий уверен, сегодня удача ему улыбнется. Никаких гадостей не летит опять рябчика. Надежда умирает последним. Но зато прогулялись неплохо. Вчера 15 километров прогулялись, 16 практически. И сегодня, наверное, столько же. Тридцаточку томнули. Гордионогрузка зато хорошая. Подъем, спуск, подъем, спуск. Горы Уральские. Красота. Стрелял на угар. Видел примерно, где-то он за ветками сел. Но, видать, не попал. У дичи всегда есть шансы. Она ей прекрасно пользуется. А тем более, пернатая дичь. Очень сложно взять. Второй день охоты. Пока опять зерва. Ответ канала Петрович Лайф. Константин с этого канала бросил мне вызов поохотиться на медведя. Нас забрасывают в глухую тайгу. В незнакомое совершенно охотхозяйство. Соответственно, у нас есть неделя для того, чтобы взять медведя. Кто первый взял, тот и победил. Охота эта будет в экстремальных условиях. Нас забрасывают на вертолете в незнакомое охотхозяйство. И, соответственно, у нас есть 7 дней для того, чтобы добыть медведя. Но надо здесь тоже, дорогие подписчики, подскажите, какие правила бы вы хотели видеть. То есть, какой возраст медведя. Ну и так далее. Может быть, что-то мы возьмем от вас. Напишите это в комментариях. Главное, чтобы медведь нас не победил. А то осечка или еще что-нибудь. И все. И привет. Я, в принципе, этот вызов принял не только из-за состязания. А я бы все равно поехал охотиться на медведя в этом году. Весной и осенью. Соответственно, для меня всегда охота это первично. Но состязания вторичны. Соответственно, я думаю, что это будет интересно. Дорогие зрители и подписчики, вы пишите в комментариях. Приезжай на Камчатку, приезжай в Карелию. Если у вас есть какое-то конкретное предложение, напишите, пожалуйста, в Instagram. Ссылка будет в описании. А еще вы пишите, пригласи на охоту других охотников-блогеров. Приглашаю. Приглашаю сибирского странника Руслана поохотиться на медведя. Утки и зайца это, конечно, хорошо. Но я думаю, что твоим подписчикам будет очень интересно посмотреть захватывающую охоту на медведя. Поэтому, Руслан, приглашаю тебя третьим в нашу состязание, в нашу команду. Поэтому, если готов, буду рад. А вы напишите Руслану на канал Сибирский странник под его видео. Привет от канала Охота в России. Принимай вызов. Охота планируется на середину мая. Соответственно, у нас будет время сейчас подготовиться. И также, может быть, у нас будет кто-то из наших партнеров, будет генеральным спонсором. И мы учредим какой-то такой значимый приз. Петрович хорошо пошутил насчет трусов за 1000 долларов. Петрович, отправляю тебе ответную шайбу. 356 лет до нашей эры жил один чувак. Звали его Геростат. Он думал, чем же мне прославиться, чтобы слава моя была на века. И вот ничего ему в голову нормального не пришло. Он решил сжечь храм Афродиты. Ну и все. Горел, в общем, этот храм Афродиты. Когда его казнили, спрашивали, зачем ты это сделал? Он говорит, я хотел увековечить свое имя. Но надеюсь, что в нашем с тобой батле никто не преследует таких же целей, как Геростат. Мы сегодня приготовим вот такую ногу косули, а также ребрышки с корейкой. У нас получится огненная косуля. Будет очень вкусно. Не переключайтесь. Для начала нам нужно обработать мясо, срезать все прожилки, а также жир. Это самец, а у самцов, косули, все-таки есть запах. Многие говорят, что нет никакого запаха, но это неправда. А когда срезаешь все прожилки, то запаха не остается. Сейчас срезаем мясо. Потом будем его обжаривать в казане и тушить 3 часа. Обжариваем мясо минут 15 до золотистой корочки. Дальше добавляем лук. Лука у нас полтора килограмма. У нас получится огненная косуля. Я вам гарантирую. Приготовите по такому рецепту и обалдеете. Теперь насыпаем перец. Перца у нас 2 килограмма. 400 грамм томатной пасты. Теперь отправляем в наше блюдо помидоры примерно килограмм. Теперь о чили обильно посыпаем. Теперь добавляем соль. А теперь делаем медленный огонь и томим 3 часа. Ах, какой запах. Чувствуете, как вкусно? Ммм. Добавляем вина. Друзья, получилось у нас вот такое блюдо. Я попробовал, очень вкусно. Попробуйте приготовить так же. Косулю можно купить у охотников. Ох, правда принарядился такой. Это хозяин охот хозяйства Владимир. Спасибо, Володя, за шикарное время здесь. В очень терапевтах. Особенно баня шикарная. Да все шикарное. Очень круто. Прям хочется пожить здесь месяц примерно. Тихо, да. Ну, конечно, вот в прошлый раз 4 дня не хватило. В этот раз 2 дня и тоже вот я бы сейчас еще остался на 2 дня. Реально хочется куда-нибудь пойти в лес. Так вот все устроено, организовано, что располагает для отдыха и для охоты, для всего. Вот прямо глушь, озеро. Ну, просто красота. Спасибо. Приезжай еще. Да, да. Дядя, за месяц. Все тут есть для проживания. Всего доброго. Спасибо. Друзья, вот такая у нас получилась охота. К сожалению, так и ничего не удалось добыть. Но вы все сами видели. Прошли мы порядка 30 километров, но это ничего не дало. Погода подкачала, ветер был сильный. Рябчик просто отказывался лететь. Слышали только двух рябчиков за 2 дня охоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова